МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В новостной студии Курганру Алексей Старцев. И в ближайшие полчаса расскажем о главных событиях региона такими, как их видит команда нашего информагентства. И сразу о главной политической новости. Глава города Кургана Сергей Руденко ушел в отставку. Официальная формулировка по собственному желанию. О своем решении он объявил лично, созвав как председатель Курганской городской думы в неочередное заседание парламентариев. Без долгих обсуждений депутаты приняли заявление о досрочном прекращении полномочий. Исполняющим обязанности мэра Кургана назначен заместитель председателя Курганской гордумы Игоря Прозоров. Напомним, Сергей Владимирович Руденко был главой Кургана с 24 сентября 2014 года. На выборах за него проголосовало 68% избирателей. Не менее важное событие и тем более регионального масштаба. В Рео губернатора Вадим Шумков встретился с генеральным консулом Вьетнама в Екатеринбурге НГОФ и ОННГЕ. В ходе рабочей встречи обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества. Среди направлений взаимодействия обозначено и машиностроение, автобусы, коммунальная техника и техника для тушения пожаров. Акцентировал внимание глава Заураля и на нефтегазовой промышленности и фармацевтики. Также в ходе обсуждения поговорили и о возможности экспорта зауральских продуктов питания и переработки сельхозпродукции. ОНГОФ и ОННГЕ в свою очередь отметил, что Вьетнам заинтересован не только в экономическом, но и культурном сотрудничестве. Продукция зауральского предприятия по достоинству оценена на престижном международном конкурсе Протэкспо-2019 в Москве. Речь о крупнейшем рыбоводном предприятии Курганской области «Сибирская тема». Компания представила здесь весь спектр своей продукции – рыбу, минеральные воды и лечебную грязь. Экспертами она удостоилась звания лауреата международного конкурса и награждена золотой медалью за вклад в развитие пищевой промышленности. Как уточняет областной департамент АПК, «Сибтема» является крупнейшим производителем пелядей на юге Западной Сибири. Предприятие занимается не только выращиванием рыбы, но и ее переработкой – вялением и копчением. Мастера ножа. 22 марта в КГСХ состоятся окружные состязания за звание лучших «Обвальщик мяса». Мероприятие проводится в рамках конкурса «Профмастерства славим человека труда». За победу поборются представители мясоперерабатывающих предприятий и образовательных учреждений Курганской, Челябинской, Свердловской, Тюменской, Омской, Саратовской областей и Пермского края. Праздничную атмосферу создадут творческие коллективы и выставка-дегустация мясной продукции. К другим темам. Буксующие автомобили, горожане, утопающие по щиколотку в снегу и соцсети, заваленные не осадками, а сотнями комментариев, что курганские дворы и дороги плохо убираются. Такая картина царила повсеместно несколько дней. Велась ли вообще работа по очистке кургана? 3 марта, как и предсказывали синоптики, на курган обрушился обильный снегопад. Но и до него горожане отмечали, что не могут комфортно передвигаться по улицам и дорогам, не то что на ногах, даже на автомобилях. На парковке, газонах, пешеходной дорожке коммунальщики то и дело сваливают горы снега и льда. Порой люди подшучивают, что курган превратился в заснеженный арктический лес. Тяжело передвигаться. В город администрации рассказали, что реагируют на ситуацию. На уборку улиц после большого снегопада были брошены все силы. Третьего числа у нас произошел большой снегопад. Мы готовились к этому снегопаду. Выпало порядка 15 миллиметров уровня снега. Была выведена техника дорожная, выведена не только МОП, СДП, но и подрядные организации, которые осуществляли дополнительный вывоз по противопаводковым мероприятиям. Дополнительно выведена была МОП Астра для уборки тротуарной части. Всего же было задействовано почти 80 единиц техники. Под вниманием оказались не только дороги, но и дворы. Над этим мы сегодня работаем. Сегодня у нас осуществляется работа 90 единиц техники с утра уже. Значит, основные направления, еще раз повторюсь, это дорожная сеть и междворовые проезды. Значит, за вчерашний день мы вывезли 1160 тонн снега. Сегодня в два часа Департамент жилищно-коммунального хозяйства, по моему указанию, собирает управляющие компании совместно государственной жилищной инспекцией для того, чтобы была организована уборка во дворах. К слову, синоптики вновь обещают на этой неделе сильные снегопады. И Андрей Потапов уверяет, городские службы в полной боевой готовности. Отметим, что управляющие организации, которые вовремя не организуют уборку дворовых территорий обслуживаемых домов или сделают это некачественно, будут привлечены к администрации. В Кургане за содержание и текущий ремонт общего имущества систематически не платят около 30% горожан. Причин этому может быть много. Однако долги за коммуналку напрямую влияют на качество обслуживания домов. За всё надо платить, чтобы крыша в вашем доме не протекала, чтобы лифт работал без нареканий, чтобы исправно поступала вода в кран, чтобы было чисто во дворе. Необходимо оплачивать вовремя квитанции за коммунальные услуги. В том числе строку за содержание и текущий ремонт общего имущества. Именно от этой суммы зависит, как скоро над квартирами последних этажей отремонтируют кровлю, как скоро заменят устаревшие трубы горячего и холодного водоснабжения. И напор будет тот, которого требуют жильцы от управляющих организаций. Прекрасно понимаем, что к управляющим организациям очень много вопросов. Вопросы они были и на сегодняшний день они стоят очень актуально. То есть управляющие организации многие не дорабатывают. Содержание жилфонда у многих оставляет желать лучшего. Не выполняется качественное обслуживание, не выполняются все работы по текущему ремонту. Предъявляются претензии по другим вопросам, в целом по управлению многоквартирными домами. К нам поступает огромное количество жалоб. Мы разбираемся в каждом отдельном случае, по какой причине не выполнена работа. И когда управляющая организация предоставляет нам сведения о начислениях по конкретному дому, мы видим, что в отдельных случаях видим огромные суммы задолженности собственников. Перед управляющими организациями и ресурсоснабжающими, то есть перед коммунальными предприятиями. В среднем жильцы многоквартирных домов Кургана задолжали управляющим организациям за содержание текущий ремонт 30%. В некоторых домах неуплата доходит и до 40%, а это десятки миллионов рублей. Чем это грозит? Это грозит тем, что работы выполняются не в полном объеме. Граждане законопослушные, а это у нас в основном пожилые граждане, пенсионеры, они получают пенсию, сразу несут, оплачивают эти услуги. А более благополучные, более молодые граждане, собственники, они как-то к этому относятся не всегда с соответственностью. Хорошо, если речь идет о правах и обязанностях жильцов и управляющей организации, то кто напоминает об этом сторонам? Сотрудники госжилинспекции работают в этом направлении, разъясняют жильцам, чем грозит неуплата, организуют встречи с жильцами многоквартирных домов, направляют уведомления. Также и деятельность управкомпании стоит на контроле жилинспекторов. Отметим, что управляющие компании вправе подавать на неплательщика в суд и взыскивать долги, но не всегда удается это сделать. В свою очередь, ресурсоснабжающие организации на законных основаниях могут попросту отключать электричество или воду. Владимир Чупахин обратился к горожанам и напомнил о необходимости оплаты предоставленных услуг. В свою очередь, госжилинспекция будет контролировать их качество. Павел Баев, Александр Киселев, Александр Карпов, информационное агентство Курганрум. Важная информация на все про все меньше месяца. Для получения детского пособия нужно успеть подать сведения о доходах до 31 марта. Ранее эти сведения требовалось подтверждать дважды в год за первое и второе полугодие. С первого января это нужно делать единожды. В справке должны отражаться доходы семьи за весь прошедший календарный год. Правило касается впервые заявивших на детское пособие. Остальным нужно успеть донести справку за второе полугодие прошлого года. Если этого не сделать, с первого апреля выплата пособия будет приостановлена. Обо всех других подробностях можно узнать в органах соцзащиты по месту жительства. В идеальном городе для программистов курганские ребята в эти дни принимают участие в школьной олимпиаде национальной технологической инициативы. Она стартовала в городе Иннополис, Республика Татарстан. В настоящий момент начались заключительные командные этапы по профилю интеллектуальные робототехнические системы. В финале, который состоится 11 марта, примут участие школьники из 62 регионов России, в том числе и команда Курганской области. Это учащиеся 11 класса гимназии номер 47 Дмитрий Ефремов и Никита Богданов. Впереди у них предметные и практические туры. Желаем нашим землякам удачных соревнований. Индиго дарования изумруды Курганской области. Областной департамент образования объявил о старте конкурса на лучшее название для регионального центра выявления и поддержки одаренных детей. Своеобразный аналог легендарного образовательного центра для молодежи «Сириус» в Сочи работает в Курганской области с ноября 2017 года. Открыт на базе детско-юношеского центра. В сфере его деятельности реализация национальной концепции, выявление молодых талантов, подготовка школьников к участию в профильных олимпиадах и конкурсах, направление одаренных детей на тематические смены в «Сириус», всероссийские детские центры «Орленок», «Океан», «Артек», а благодаря недавно заключенным соглашениям нового главы нашего региона Вадима Шумкова с Российским образовательным фондом «Талант и успех» работа курганских специалистов выйдет на новый уровень, а для детей откроются еще больше перспективы и возможности самореализации. Отметим, конкурс на название для регионального центра выявления и поддержки одаренных детей продлится до предстоящего воскресенья 10 марта. Свои предложения стоит оставлять в комментариях под постом конкурса в официальной группе Департамента образования в социальной сети ВКонтакте. Принять участие может любой желающий. Главное, название центра должно быть точным, лаконичным и интересным, отражающим специфику работы с детьми, одаренными в разных областях знаний. Алексей Старцев, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру. Тем временем зауральских школьников уже ждут в Сириусе. Согласно информации из областного департамента образования, в Сочинском центре с 19 февраля стартовал отбор на октябрьскую математическую программу для учащихся 6-х и 7-х классов. Все школьники, подавшие заявку, получат возможность поучиться дистанционно. Специальных условий и достижений не требуется. Успевайте. Прием заявок будет открыт до 12 марта на сайте sochisirius.ru Одновременно с этим зауральский симфонический оркестр представил публике новую программу. На сцене областной филармонии звучали упоительные мотивы латиноамериканской музыки 20 века. Танго известен всем как романтичный и загадочный танец со своей неповторимой и богатой историей. А благодаря великолепным произведениям короля танго аргентинского композитора Астара Пьецолы, танец стал настоящим нежным признанием в любви. С этим согласен и приглашенный солист из Москвы лауреат международных конкурсов Иван Таланин. Признается, проникся этой музыкой еще с раннего детства. Ритмичные мотивы танго настолько запали в его душу, что решил научиться играть на таком аутентичном инструменте, как банданон. Без него танго не танго, говорит Иван. В Аргентине танго – это религия. И, например, когда ты садишься в такси, то водитель такси может служить музыку танго. Он может также ее напевать. Действительно, куда бы ты ни зашел, куда бы ты ни делся, везде тебя окружает аргентинская танго. В первом отделении прозвучали сочинения Астара Пьецолы, «Либертанго», «Абвилион», произведения Роланда Диенса, «Фальшивая танго», а также «Заклинатель дождя» от известного в России гитариста и композитора Олега Киселева. Выступление вызвало у курганских зрителей истинный восторг. Аплодисменты не утихали. Когда я узнала, что будет Астара Пьецола, то я решила, что нельзя упустить такой шанс. Да, и тем более были мои любимые композиции, и всем известные – это «Либертанго» и «Абвилион». Когда-то «Абвилион» был таким моментом в моей жизни, очень весомым, поэтому сейчас даже такие эмоции нахлынули классно было. Я почувствовала, прочувствовала эту музыку через себя, и эмоции после этого концерта просто переполняют меня. Эмоции очень хорошие, прекрасные. Очень тяжело усидеть на стуле, когда такие звучат исполнения. То, что курган развивается, очень прекрасно. Сегодня уже невозможно представить мир без музыки, песен, танцев, ритмов танго. И курганцы надеются, это был не единственный концерт, который окрасил их жизнь хоть и на один вечер в невероятно живые краски чувств. Анастасия Ланская, Тимур Ноцулханов, Владислав Базалев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». Движение – это жизнь, а спорт еще воспитывает характер, укрепляет силу воли и дисциплинирует. С этим вряд ли кто-то поспорит. Но вот совсем другое дело – доступность спортивных объектов. Везде за все нужно платить. Так до недавнего времени думали многие из нас. Оказывается, нет. В правительстве области развенчивают некоторые мифы и рассказали о нужной информации. Бесплатный спорт. Очень долгое время зауральцы озадачивались вопросами, где в регионе можно бесплатно позаниматься физкультурой. С сожалению, вспоминали советские времена, когда он был доступен всем и каждому. С приходом нового главы Курганской области Вадима Шумкова на сайте областного правительства появился список госучреждений, где дети из многодетных и малоимущих семей, дети-сироты, люди с ограниченными возможностями здоровья в Зауралье могут бесплатно заниматься спортом и получить физкультурно-оздоровительные услуги. Он размещен на сайте правительства региона в разделе «Жителям области», подразделе «Спорт». Пока в перечне указаны только спорт-объекты Кургана и Шадринска. Здесь же размещена информация и об адресах, и графике работы учреждений. В дальнейшем список будет дополнен муниципальными учреждениями городов и районов области, в которых также работают бесплатные спортивные секции для детей и взрослых. Алексей Старцев, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». Самбисты против наркомании, беспризорности и подростковой преступности. Ежегодный одноименный турнир вновь состоялся в регионе. На этот раз был приурочен к 80-летию развития самбо в России. Как сообщает молодежный портал «Проспект 45», для участия со всех районов съехались более 150 спортсменов, юноши и девушки 2005-2006 годов рождения. Мероприятие прошло при поддержке УМВД. Бойцы спецназа провели показательные выступления, владение боевыми приемами борьбы с применением огнестрельного оружия и специальных средств. Любителям автоспорта подарили настоящий праздник. На один день за Урале погрузилась в мир зимнего экстрима. Соревнования по автокроссу на легковых и грузовых автомобилях в Китовском районе и финальный этап на Кубок губернатора по трековым гонкам в Шадринске. На заснеженной трассе вблизи деревни Патронная Китовского района состоялся первый этап Кубка за Урале по автокроссу и гонка заезд на грузовиках. Лучших из лучших в классе Д2 классика выявляли 12 спортсменов из Курганской и Свердловской областей. Все места на пьедестале достались курганцам. Золото завоевал Дмитрий Кодин, Сергей Наволоков финишировал вторым, бронза у Ивана Масько. А вот в заезде грузовых автомобилей все призовые места ушли к автогонщикам из Свердловской области. На этом зимний экстрим не закончился, а в тот же день в Шадринске на стадионе «Торпедо» состоялся финал Гран-при межрегионального кубка по трековым автогонкам «Шадринские огни-2019». В заездах приняли участие 20 гонщиков. Сильнейших ждала финальная битва за Кубок губернатора Курганской области. К сожалению, для зауральцев удача была не на их стороне. В классе Супер 1600 лучшим оказался свердловчанин Филипп Жигулин. Серебро у Михаила Дорощука из Перми, бронза у Андрея Тюрина из Верхней Пышмы. В классе D3 мини никому равных не было автогонщикам из Верхней Пышмы. Они заняли весь пьедестал. Максим Ахахонин, Тимур Натсулханов, Александр Карпов, информационное агентство «Курганру». Решающая пора настала. Хоккеисты за Уралия прилетели в Воскресенск и уже успели сыграть матч. Об его итогах расскажет Михаил Котельников. Матч под номером 3. Воскресенск. Арена Подмосковья. Химик за Уралия. Ключевой матч серии, где проигрывать нельзя ни одной из команд. Хозяева с первых секунд бросились поддавливать соперника. Столь активное начало сразу вылилось в гол Ильи Коренева. В начале второго периода за Уралия получило численное большинство. И тут же его реализовал Григорий Глебов. 1-1 на табло после 2-3. Заключительный период прошел под диктовку Химика. Но курганцы сумели убежать в быструю контратаку и Тимофей Менщиков зажег красный свет за воротами Хомченко. Дальше гости играли на удержание счета, но довести матч до победы в основное время все же не удалось. За 2,5 минуты до финальной сирены игру в овертайм перевел Максим Баин. В экстратайме игровым преимуществом владели воскресенцы, но сыграли нерасторопно и удалились. Евгений Сулимов наказал Химик за ошибку в обороне и принес за Уралью такую нужную и такую важную победу. Счет в серии 2-1. Надо делать результат здесь и сейчас, как говорится, а не ждать, когда он когда-то придет, как бывает в регулярке. Но сегодня не получилось, завтра поедем, другую игру играем, берем очки. Здесь такое не проходит уже. Курганцам осталось сделать всего один шаг на пути к четвертьфиналу. Возможно, он будет сделан уже 5 марта. Михаил Котельников, Антон Тяженков, информационное агентство Курганру. На дворе масленичная неделя. Проводится шумно и весело. Кроме подготовки мест для народных гуляний, в домах уже пекут блины, оладьи, пироги да калачи. Команда нашего информагентства подготовилась и нашла интересный рецепт блинов. Ответственный за приготовление Павел Баев. К началу масленичной недели мы задумались, чем удивить наших телезрителей. Какой рецепт блинов мы еще не пробовали. В поисках интересного на просторах интернета мы наткнулись на блины на минеральной воде. Просто некалорийно и полезно. Уже традиционно команда Курганру подготовила для вас, уважаемые телезрители, рецепт блинов на масленичную неделю. В этот раз мы будем готовить блины не на молоке, не из какой-нибудь там гречки, а на минералке. Мне сегодня будет помогать и ассистировать прекрасная Мария. Мария, добрый день. Добрый день. Для приготовления вам понадобится пара куриных яиц, две щепотки соли, две столовые ложки сахара, три-четыре столовые ложки растительного масла, 300 грамм муки и, конечно, пол-литра газированной минеральной воды. А если нужна минеральная вода, то это только зауральские напитки. Кстати, теперь воду можно заказать прямо домой или в офис. А качественные яйца, муку, соль, масло и сметану вы сможете найти в магазине низких цен Доброцен. Здесь всегда представлен широкий выбор продуктов питания по самым приятным ценам. Для начала берем яйца, разделяем белок от желтка. Белок взбиваем до плотной пены, желток перемешиваем с солью. Далее все аккуратно соединяем друг с другом. Дружим их вместе, добавляя при этом сахар. Далее аккуратно вливаем минералку. Не бойтесь, жидкость начнет вспениваться. Постепенно добавляем муку, предварительно просеяв ее. Это максимально насытит ее кислородом. Блинчики будут воздушными, как облака. Таять во рту. Взбиваем венчиком и оставляем отдохнуть тесто на 10-15 минут. А дальше все как обычно. Горячая сковорода, в нашем случае сразу две. Смазываем их растительным маслом и вперед, печем блины. Но будьте осторожны, наклонять сковородку необходимо быстро, иначе блин получится толстым. Наши замечательные блины на минералке готовы. Как всегда, традиционно мы к блинам подаем сметану, варенье и, конечно же, вкусный ароматный чай. И не стоит бояться лишних калорий, потому что наши блинчики на минеральной воде. Приятного аппетита! Павел Баев, Александр Киселев, Владислав Базлиев, Лидия Гайгородцева, информационное агентство Курганру. Весна вступает в свои права, и весь город готовится к самому женственному празднику. 8 марта. О том, чем можно порадовать милых дам, узнаете прямо сейчас. Дорогие женщины, специально для вас в преддверии праздника мы полностью обновили наш ассортимент. У нас абсолютно новая весенняя коллекция женских и мужских курток, разнообразных цветов и фасонов, самых нежных и теплых оттенков. И действительно, выбор здесь огромный. Более трех тысяч моделей. Цвета и фасоны на любой вкус. Размерный ряд от 42 по 72. Найдутся как интересные молодежные модели, так и классические для старшего поколения. Однако, важен не только внешний вид, но и качество. Ведь хочется, чтобы любимая курточка прослужила не один сезон. На ярмарке верхней одежды «Ермак» все куртки отшиваются на современном оборудовании по последним стандартам качества и имеют долговечную фурнитуру. В преддверии весенних праздников захотелось обновить гардероб, поэтому я, как всегда, пришла на ярмарку верхней одежды «Ермак», чтобы купить вот такую вот яркую куртку. Продавцы, как всегда, прекрасные, помогли с выбором. Выбор здесь огромный и цены демократичные. Отзывчивые продавцы-консультанты помогут не потеряться в море цветов и размеров. Подберут идеальную, подходящую именно вам модель. Также стоит отметить грамотное отделение магазина на мужскую и женскую половины. Для мужчин найдутся интересные и практичные модели. А самое главное – это цена. Цена от производителя. Вы сможете обновить гардероб всей семьи и не разорить бюджет. Что нам нравится и выборы цены нравятся, потому что пенсии у нас небольшие, вот поэтому и выбираем в «Ермаке». Тем, кто уже задумался о легких ветровках, тоже будет из чего выбрать. На ярмарке верхней одежды «Ермак» представлены легкие и комфортные модели для поздней весны. За отличным настроением вас ждут на Коле Миготина 87. Ярмарка верхней одежды «Ермак» работает ежедневно. По будням с 10 до 20 и с 10 до 19 в воскресенье. Один от всех, от мала до велика, магазин «Планета. Одежда. Обувь» ждет всех курганцев за новой весенней коллекцией. Зима подходит к концу, а значит, пришло время менять свой гардероб. Магазин «Планета. Одежда. Обувь» приглашает всех курганцев за выгодными покупками. Приглашаем вас в магазин «Планета. Одежда. Обуви». У нас очень большой ассортимент. От одежды для новорожденных, а также до одежды для взрослых. И все по доступным низким ценам. Магазин «Планета» – это порядка 150 тысяч моделей обуви и более 300 тысяч наименований текстиля, верхней одежды, а также сумки, постельное белье, кожгалантерея и многое другое. Здесь каждый сможет найти для себя качественный товар на любой вкус, возраст и карман. Сегодня пришел за кроссовками. Готовимся уже все к весне. Доступные цены мне очень не кусаются по сравнению со всем, что происходит в Горгане. Здесь мы действительно частые покупатели. У меня тут детки и внуки одеваются, да? Приходим, прибегаем. Сегодня зашла посмотреть, что новенького у них есть. Коллекция, может, какая-то новенькая привезенная. Прицениться, посмотреть. Магазин «Планета. Одежда. Обувь» находится по адресу город Курган, улица Кравченко, 92, 2 этаж. Приходите, одевайтесь, готовьтесь к весне. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Уважаемые сотрудники телекомпании «Курган.ру», Салон «Вех Надежды» и «Джулия» поздравляет вас с 20-летним юбилеем. Все эти годы вы росли, развивались и создали крупнейшую медиа-структуру в Курганской области. Сотрудничая с вами многие годы, мы всегда убеждались в вашем высоком профессионализме. Благодаря труду корреспондентов, ведущих, операторов и многих других, кто находится за кадром, вы создаете качественный информационный контент. Преданность профессии, энтузиазм и организованность помогали вам все эти годы добиться высоких результатов. Салон «Верхней одежды» «Джулия» желает вам только хороших новостей, искренних и преданных друзей, творческого вдохновения в вашем нелегком и интересном деле. Больших побед и много везения. Спасибо вам за ваш труд. Субтитры создавал DimaTorzok Торговый центр «Рио» секция 75, супермаркет «Метрополис», 5-й микрорайон, 2-й этаж. Сити магазинов «Светофор». Весенняя акция. Комнатные цветы от 159,90, тюльпаны от 32,90. Порадуйте женщин к празднику. Установите газобаллонное оборудование на свое авто и получите полный баллон газа в подарок. Звоните 8-908-00-4505. С 15 апреля аналоговый сигнал отключат в следующих регионах. Узнайте, как перейти на цифру. По телефону 8 800 220 2002. Или на сайте смотрицифру.рф. Товар в Галамарт! Цены в Галамарт! Все и все в Галамарт! Дом с минимальной стоимостью квадратного метра. Дом, который возводится легко и быстро. Дом, где детей не ставят в угол. Добросфера. Добрые дома. Интернет-магазин «Столплит» представляет мебель по традиционно низким ценам. Новая кухня для богини. «Столплит» – доступная мебель. Пройдите полный курс счастливой жизни вместе с журналом «Телесемь». Откройте свои счастливые страницы. Наши эксперты помогут вам сохранить здоровье и красоту и почувствовать себя моложе. «Телесемь» – свежий номер уже в продаже. Курган! Встречай новое поступление качественных весенних курток на ярмарке «Ермак». Женские и мужские модели до 72-го размера по оптовым ценам. Коли Меготина – 87. Здравствуйте! С прогнозом погоды вознакомит Ксения Аванесова. Новое поступление качественных весенних курток на ярмарке «Ермак». Женские и мужские модели до 72-го размера по оптовым ценам. «Ермак» – Коли Меготина – 87. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на среду погожий антициклон будет держать оборону в Зауралье. Днем же через регион пройдет теплый атмосферный фронт, сопровождаемый натеканием многослойной облачности, небольшими снегопадами и вторжением атлантического воздуха с температурным фоном на 2-4 градуса выше своей климатической нормы. В Екатеринбурге – 0,2, Челябинске и Тюмени – около нуля, небольшой снег. В Кургане – переменная облачность без осадков. Ветер южный – 2,7 м в секунду. Температура воздуха – минус 15, минус 17. Днем в Кургане – облачно, небольшой снег, метель. Ветер юго-западный – 5,10 м в секунду. Порывы до 17 м в секунду. Температура воздуха – 0, минус 2. Атмосферное давление будет падать и составит 749 мм ртутного столба. 6 марта солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!